Продолжение следует... 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 Так у нас исторически сложилось, Клада Степановна. Борь, ты сейчас в контору? Это вы люди свободны, а мы чиновники. Генерал-то когда-то? Ноябрьским обещают. Пора, давно пора. Я дать это узнал. Дурдом. Толик Балин, у вас где тут живет? Лохматый такой. Сюда, да? Спасибо. Добрый день. Тебе кого? Мне Толика Балин. А ты, ты кто ему будешь? Товарищ по работе. По работе. А у него вся работа, это водку жадить и девок водить. Ну хорошо, он дома или нет дома? Ну а где ж ему быть? Где ему быть? Вон иди. Вся страна работает уже час, а он сидит. Иди, 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 иди. Ну да, он не должен быть. Это его дверь как раз против моей. Так что я всё вижу. Ой. Привет. Усучение ЦМШ заканчивали, нет? Очень талантливо сыграно. Вот там кнопочка есть слева. Нажми ее. У нас в гостях товарищ милиционер. Ты видела это самое, какие чуваки в Архангельске приезжают ко мне в гости? А ты никак меня пугать собрал, Толик? Да нет, я тебя не пугаю. Ну, спасибо. Чего мне тебя пугать? Тебя и так без меня напугали. У меня к тебе дело, Толик. А дело какое вечное? Или государственной важности? Служебное. А служебное-то по повестке должен был вызвать. Не так ли? А это не так. Давай наличие выпьем, а то знаешь как. Только я тебя прошу, не кури, ладно? Давай, я с утра это просто тяжело очень. Ну? Достаточно я чуть-чуть. Чуть-чуть. Что там у тебя? Есть у нас один общий знакомый. Женька Звонкова. Точно, точно. А я думаю, где этого мужика я видел? В гараже я его видел. Ты что-то восстанавливаешь, тебе крылья нужны. А ты когда пришел, что ты сразу не сказал? Книжка, мур. Кофе будешь? Кофе потом. Толик. Посмотри внимательно. Ты вот этого человека знаешь? А тебе зачем? Так знаешь или нет? А то. Это мой самый сладкий клиент, между прочим. Что значит самый сладкий? Тебя как зовут? Ну, Игорь. Игорек. Ресторан официально работает до 23 часов. После этого остаются люди, у которых есть бабки. Они платят, мы играем. Вся любовь. Понятно? И хорошо платят. Нормально платят, я считаю. На вот этот. Вот этот вот. Хорошо платят? Отлично платят. Отлично. И ты ему поешь? А я ему пою. Мой отец в октябре убежать не успел, но для белых... Позвони, когда он придет. Он сделал немало. Та-ду-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Можешь позвонить, когда он придет или нет? Прозвучал приговор трибунала. Знаешь, я что хочу сказать? Ты на меня не смотри. Так не смотри. Не надо. Я тебя не боюсь. Я пришел, свою песню спел, бабки сделал и ушел. Они там гуляют, там, знаешь, я не знаю, что там происходит. Меня все это не касается. У кого деньги есть, тот и музыку заказывает. Ну, хорошо, у кого их нет. А у кого их нет, тот по телевизору смотрит программы центрального телевидения, ест манную кашу. А в Конституции, между прочим, записано, что каждый может делать, что он хочет. Понимаешь, мне это... Я тебя не боюсь. Я тебя не боюсь. А мне не надо, чтобы ты меня боялся. Что ты хочешь-то? Что ты хочешь? Толик, помоги мне. А я не дружинник. Что ты хочешь? Шут. Да ты знаешь, где людей находят после таких звонков? Ещё долго, 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 ещё долго, продолжим, ещё долго, продолжим, ещё долго, продолжим, чтобы ехать и не безжать. Да, да, да. Давай не беспокойтесь только. Все будет нормально. Нормально. Это мое представление о назначении майора Корнеева, Игорь Дмитриевич, начальником отдела. Майор Корнеев опытный оперативник. Честный, мужественный офицер. На его счету раскрытия весьма сложных дел, он проявил себя. Садись, садись, садись. А, да, да. Хорошо. Хорошо, сделаем. Угу. Все, все. Кошмар какой-то. Ужас какой-то. Жена Черемисина звонила. Ты хоть знаешь, кто это? Ну, имел счастье беседовать с ним по телефону. Это ваше представление. Вы его подписали? Да. Нам же предлагали вам кандидатуру подполковника Кравцова. Одну минуту. Или вы считаете, что подполковник Кравцов не обладает подобными данными? Нет. Я не берусь судить о подполковнике Кравцове. Могу сказать вам одно. Он не профессионал. Ну и что? Он же идет на руководящую работу. Понимаете? Руководящую. Его дело правильно направлять в процесс в духе указания. Начальник первого отдела должен жуликов ловить, притом особо опасных, а не направлять процесс. А подполковник Кравцов четыре года просидел в приемной. Ну и что? Посидит здесь еще на полковничьей должности. Ему же тоже надо расти. Вы что думаете, его из Моссовета, что ли, зря сюда перевели? А потом, между прочим, он имеет громадный опыт партийно-комсомольской работы. Он потянет ваших сыщиков. А потом переведем куда-нибудь на руководство. Я считаю это неправильно. Ну что? Вообще звонок из министерства. Ты что, не укажешь, что ли? Ну, Борис Петрович. Ну ладно, все-все-все, Андрей Петрович. Все-все. Я не буду с вами ссориться. Не буду. Пока. Теперь о Корнееве. Не очень хорошо характеризуется Корнеев. Женой разошелся. Пять лет тому назад было расследование по применению оружия. Прошли те времена, когда за развод увольняли сосудов? Времена прошли. Порядок, дорогой мой главный сыщик, остался. А потом? Что это за стрельба в Измайловском парке? Корнеев один задержал трех вооруженных преступников. А зачем стрелял-то? Зачем? Зачем угрожал опасность, создавал опасность для советских граждан? Нет, ты меня извини, Андрей Петрович. Он мне не по душе. А теперь главное. То, чего ты не знаешь. Ну что еще? Я твоего Корнеева вчера выставил из ресторана Архангельска. Вел он себя там разнуздано. Видимо, был пьян. А ты его хочешь начальника сделать. Пойми, Андрей, нынешняя должность дана не для него. Он у тебя на замы не тянет. Да я не мальчик, в конце концов. О, отдаст. Я зайду к тебе, Протон. Давай. Игорь Дмитриевич. Да. Что у вас за особые отношения с полковником Громовым? У меня с полковником Громовым никаких отношений. А что, из-за истории в ресторане Архангельска? Обыкновенная история. Я поехал в ресторан Архангельска, чтобы поговорить с руководителем оркестра. Мне стало известно, что там бывает тахань. Какое время вы будете там? Здравствуйте. Здравствуйте. 15.40. Ресторан был открыт? Нет, закрыт. На спецобслуживании гуляли какие-то начальники. Откуда такие сведения? Здравствуйте. Здравствуйте. Типашины, номера. Я попросил руководителя оркестра Анатолия Балина поехать со мной. А вот товарищ полковник запретил мне это сделать. Здравия желаю, товарищ полковник. Здорово. Игорь Милович, не зайдете потом ко мне? Да зайду, конечно. Как? Очень просто. Он выгнал меня вон. Из ресторана, при музыкантах, официантах. Здрасте. Здрасте. Ты ничего не путаешь? Да нет, я ничего не буду. Киндом. А вот полковник Громов, по-моему, меня путает с лакеем. Да-да, он меня путает с лакеем. Корнеев. Я разберусь. Разберусь. Привет. Ох, какие люди. Здравствуйте, Анатолий Максимович. Здрасте, откуда вы меня знаете? Поклонник вашего таланта. А, папаша к нам с девочками гулять приезжает. Голубчик, какие в моем возрасте девочки. Заезжаем послушать песни своей молодости. А первая пуля... Видать, лихая у вас была молодость, а? Всякая хороша. Не жалуйся. Не боишься? Кого? Хотя старая война прошла, когда приходили к тебе и спрашивали, откуда деньги. Теперь другое время. Умеешь, живи. А вы, папаша, не как из трудово-деловой интеллигенции будете? Что-то не похоже. На отдыхе я, Анатолий. Много ли старику нужно? Вот и приезжаю вспомнить молодость. Да вы, папаша, покруче нашего будете. Степан Федорович, готово? Спасибо, Женечка, спасибо. Много. Мало, Женечка, мало. Много-много. Бери, бери. Ты мне как сын. Бери. Степан Федорович! Много. Круто. Солидный. Ну ты что приехал? С машиной что-то? Да нет, все нормально. Слушай, как ты сам-то? Да ничего. Жень, слушай, я похож на вампир, а? Ты? Да нет, не похож на вампир. А ты похож. Ну короче, что случилось? Мент от тебя приходил. Какой мент, Игорь? Какая разница, Игорь или не Игорь. Пришел чувак, сначала ко мне на работу. Хотел увезти, потом домой. Знаешь, чего он хотел? Ну чего? А вот этого, стук, стук и стук. Дурак ты, Толик. А ты умный, а ты умный такой мужик. Паменьше надо с ментами-то общаться. Игорь мой друг Толин. А ты? Ты очень изменился. С тех пор, как стал работать в ресторане. Слушай, Женя, не надо мне лапшу-то на уши вешать. Ты что за паники здесь скалываешь? Да я инженер, простой инженер, а ты композитор, Толя. Композитор. Ты композитор, ведь есть разница. Композитор, композитор. Композитор тоже хочет нормально жить, хочет нормально жрать. И ездить вот на этой машине. На хорошей машине, понимаешь? При жизни. Ладно, хорошо, хорошо. Прекратим этот разговор. Вот именно. Только зря ты Игорю не помог. Очень зря. Значит, ты считаешь, что если бы я им помог, я бы сразу стал чистеньким, сразу отмазался, да? Ты считаешь, что помощь ему, это отмазка мне. О-о-о. А я певец. Из кабака. А точнее, из притона. Понял? Да, давай, давай. Да пошел ты со своим ментом, знаешь куда? Куда? Да вы что, ну? Ну что вы делаете? Здравствуй, дорогой. Славик, дорогой. Там в сумке три бутылки того же коньяка. Коньяк хороший. Ты ее в бане поставь на стол. Пускай это козли думают, что ты тоже человек. Послушай, Канукзар. Оставьте меня в покое. Ты слышишь, Кена, дорогой? Человек сам не понимает, что говорит. Клиану с честью. Сколько ты от нас получал? Мальчиш. Ты оделся. Обулся. Копейка в кармане завелось. Слушай, разве на своей статейке ты мог бы так жить? Я книгу готовлю. Слушай, какую книгу? Ты что, малую землю пишешь для прежнего? Твоя фамилия как? Прежний? Нет. Ты голубев. Слава голубев. Что ты с ним говоришь, Нукзар? Ты писатель? Ты наводчик. Семнадцатая статья УК. Не надо так, Кена. Мы за грабеж пойдем. А ты за соучастие получишь, понял? Здесь в сумке кроме коняка еще штука. Долг за прошлое. А ты что принес? Здесь адрес, телефон, имя. Лешин Вадим. Из Ништорга. Уехал в Лондон на три месяца. Дома одна жена. Он сам об этом громом уговорил, начальник управления милиции. Хвастался, что у него там дома и деньги, и чеки, и так далее. Кстати, мы сами у него потом были дома, выпивали. Там не только деньги, наверное, есть, но и техника, и украшения у жены тоже есть. Вот это дело. Да? Ну ладно, а теперь иди. Мы тебя познакомим. Да, возьми. Иди, иди, дорогой. Дверь тихо закрой. Гады. Завцы. Сволочи. Сволочи. Гады. Паскуды. Не. Гады. Деньги, 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 деньги. Кто вас придумал и зачем? Зачем вы пачкаете руки деньги? Леней вы думаете зачем? О, дают. А ну, давай! Деньги, деньги, деньги. Кто вас придумал и зачем? Зачем вы пачкаете руки, дети? Где вы купите зачем это? Дядя-дядя-дядя-дядя-дядя Кто вас придумал и зачем? Зачем вы пачкаете руки, дети? Где вы купите зачем? Браво! А теперь для ваших гостей, Зулан, объявляется небольшой перерыв. Здравствуй. Здравствуй. Пойдем. Спасибо. Подожди. Не, не, не. Садись. Это Алёна. Знаешь? Здравствуйте. Выпей за Алёну. За мою Алёну. Ты когда-нибудь увидел такое? За Алёну. Ваше здоровье. Почему не пьешь? Почему? Слушай, Нукзар. Меня не уважаешь, а Алёну. Я знаю, ты не такой. Нукзар. Ты наш человек. Спой нам. Спой такую песню, чтобы я заплакал. Нукзар. Давай иди пой. Масперерыв сейчас. Слушай, что за перерыв? Давай иди пой. Слушай. Ну, люди устали уже. А ты? Ну, я тоже устал. Время три часа. Мы уже закончили. Слушай, я вам плачу. Может быть, добавите? Да вы, суки, за такие деньги будете дерьмо из параши есть. Понял? Иди пой. Давай. Алёна, сейчас мы пойдём к тебе. Пойдём? Да. Да. Извините, ради Бога, за поздний звонок. Это Алла Сергеевна? Да. Слава Богу. Кузьмин Евгений Сергеевич из танка импорта. Добрый вечер. Я привёз вам привет от вашего супруга из Лондона. Только что прилетел. Он здоров. Спасибо. Алла Сергеевна, я из Шереметьево сразу во Внуково. Он передаёт вам посылку и письмо. Тяжёлое? Письмо. Посылка. Посылка тяжёлая. Думаю, техника, да. Ну, давайте с вами встретимся. Ну, что? Завтра. У меня даже минутки нет. Ну, тогда запишите мой адрес. Адрес у меня твой есть. Поехали. 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 Тудер в синема Чао, бамбино, сарме Собственно Интересно Хорошо Я лежал на постели Вдруг услышал какой-то шум в коридоре Ворвался человек с пистолетом Дурак, их было двое с пистолетом Как он выглядел? Высокий, на лице маска, одет в темный халат Идиот Рабочий синий халат Был одет один Интересно, еще что-нибудь заметили? У одного бандита был пистолет ТТ У второго ПМ Вот в оружии вы очень хорошо разбираетесь Конечно В этом я разбираюсь Один говорил с грузинским акцентом Они что, называли друг другу по именам? Нет Они нас связали Потом накалили утюг Да ты же трус Прекрати ты Пальчиков, конечно, нигде нет Я вообще забыл, когда последний раз были пальцы Чего у нее взяли? Двадцать пять Пять тысяч с чеками Пять тысяч с чеками Десять тысяч? Ну, такую сумму загласишь, конечно Что мне делать? Теперь я голая! Думаешь, что да? Ну, на нее-то кто навел? Может, этот? Ну, ты что? Кто навел-то? А это уж ваше дело! Тоже правильным Привет из Лондона! Очень понравилось Чем же это тебе понравилось? Потому что... Я очень... Отойди, дорогой Отойди, давай Давай, давай Ох ты, че! Промогите! Малиция, здесь! Что-то случилось Посмотри за ней Смотри за ней Филиция! Да, как? Филиция! Елена Семеновна, Лужина. Елена Семеновна. Хорошо. Алена это значит для интимных друзей, да? Каких друзей? Ну просто Алена так удобнее. Вот и все. Идите. Куда? Домой. Вы свободны. Да, а рыбке-то вам зачем? Успокаивает. Ну ладно, ребят. Счастливо. Мы утомили же вы меня. Ну что? Она видела его второй раз в жизни. О, спасибо. Ну что, Тахадзе? Все берет на себя. Никого не называет. Ну, пойду к нему. Ну давай. Игорь, я уже сам собирался тебя вызвать. Понимаешь? Он голодовку грозит объявить. Вот поэтому я, Игорь, и вызвал тебя. Слушай, может, тебя теперь товарищем майором называть? Дядя Сережа, скажи честно, тебе вот сейчас не стыдно, нет? Ладно, я пошутил. Встать. Встать. Ну, так почему же вы отказываетесь от пищи, гражданин Тахадзе? Где ты пищу видишь, мент? У нас так свиньи кормят. Понял? Может, в Арагеве съездить, а? Нет. Потом и позвони. Брату. Пускай и еду привезет. По мне, Тахадзе, ты даже этой тюремной пайки не стоишь. Тебе вообще на этом свете жить нельзя, понял? Это не тебе решать, мент. К сожалению. Суду. Значит, запоминай. Не будешь есть, будем кормить насильно. Терпения у нас хватит. Пошли, дядь Сереж. Ой, чехла. Значит, ты вот это сейчас сам все уберешь, а будешь дергаться, наручники одень. Князь. Да. Скажи, что любишь. Хотел беседку поставить. Там, в купальне за территорией. Так сосед сказал, не скромно. А почему, собственно, не скромно? Батька мой, сапоги надел первый раз. На военной службе мы не то, что сахара. Хлеба вдоволь не видели. Прав ты, Михаил Кириллович. Ох и прав. Я что, сразу тут оказался? Нет. Деревенский комсомол создавал. Крестьянскую долю познал сполна. Потом учеба. Потом Днепропетровский обком. Войну снабжением Ленинграда руководил. Ужасы блокады знаю не по книжкам. Потом в Молдавии, в Совмине. Настя, теперь в Москве. Ну, говори. Три Волги. Ну, ладно. Как это нужно? Ну, если так, а деньги? О, принес. Положишь там. Мое слово закон. Здравствуйте. Я сам. Ну, что ж. Давай, давай. Попробуем, попробуем. Привет, честной компании. Привет. А Геннадий-то у тебя, Михаил Кириллович, орел. Что делать? Сын с супругой в Штатах. Дочка с мужем в Швеции. Сестра, умирая, просила, не оставь Геннадия. Со мной живет. Парень золов. Я его за флабом в НИИ автомобильном устроил. Работает. Ты бы помог в торгпледство его сунуть. Ну, хотя бы в Финляндию на первых порах. Женить его надо. А что? Вези дочку, а Крутин. Пора и нам в свои роды до династии заводить. Не все же другим-то, а? Ну что ж, считай, что насчет загранработы с Геной все решено. Аль! Стой! Аль! 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 О, здравствуйте, Степан Федорович! Здравствуйте! Дверь закрой! Я вызвал тебя, Гурам, затем, чтоб об брате с твоим поговорить. Я понял, дорогой. Горе меня привело, горе, горе. Горе? Это у кого горе? У нашей семьи. В семье у нас горе, дорогой. Это у меня горе. Убей портфель. Это я по старости лет связался, как фраер с вами. Я с человека сейчас сделал, миллионное дело взял, с людьми свел. Братец твой бомбить квартиры начал. Ему мало было, зверьё. Чего молчил? Прости, прости, Степан Фёдорович, дорогой, прости. Хотел я к тебе людей послать, чтобы вы учили твою семью. Да пожалел из-за отца твоего покойного, пожалел друга моего. Понял? Понял, дорогой, как-то непонятно. Я к тебе, как к отцу, пришёл. Помоги. Ты позвал, я пришёл. Нас, то хадзи, знаешь, мы тебя, как сыновья, били. Ну, к зар, по любому твою слово, всё дело. Ты мне о нём не говори. Он не бесплатно всё это делал. Я его грабить людей не посылал. Молчишь? Ты просил, я его в дело взял. Хлеб с маслом и крой дал. А он чем отблагодарил? Говнюк. В налётчики пошёл. Всех нас заложат. Нет, что ты, Степан Фёдорович, что ты? Конечно, я помогу, но стоить это будет дорого. Понял? Дело трудное. Сколько? Пятьдесят. Это можно. Это пока. Пока. Запомни. Я сейчас его освободить не сумею. Пока. Надо будет подумать, чтоб статью полегче дали. Потом посмотрим. Понял, Гаврам? Понял, дорогой. Понял. Садитесь, садитесь. Я? Здравствуйте. Здравия желаю, товарищ Павлович. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Садитесь. Здравствуйте. Пожалуйста. Товарищи, хочу представить вам Станислава Павловича Кравцова, нового начальника вашего отдела. Чуткой, внимательной к простому советскому человеку. Ну, знает его нужды, нужды, нужды. Живёт его заботами. Ещё что. Товарищ Кравцов неоднократно избирался депутатом районного совета. А где Кавтанов? А товарищ Кавтанов не придёт. Почему? Он сказал, дел много и уехал на территорию. Ох, Алик, не доведёт тебя твоя осведомлённость до добра. Вы что, мне не верите, Игорь Дмитриевич? Верю. Тебе верю, Алик. Я вижу, что некоторые внутренне несогласны с решением руководства. Да, подполковник Кравцов никогда не работал в уголовном розыске. Но у него есть главное. Умение руководить людьми в духе времени. Принимать решения. Притворять их в жизнь. Это меня, извините, талант. Как вы считаете? У меня всё. Давай, Станислав, доказывай народу. Я, пожалуй, своими словами, товарищи. Я тут почитал дела, которыми занимается отдел. Много, понимаете, нераскрытых. Сроки прошли. Это не показатель, товарищи. С ними, так сказать, наверх не пойдёшь. С этой безответственностью пора кончать. Пора. И потом, хватит нам, понимаете ли, порочной практики. В выступлениях руководителей нашей страны совершенно чётко сказано. У нас нет ни наркомании, понимаете, ни проституции. Кривая преступности стремительно падает вниз. А у нас в отделе придут товарищи, понимаете ли, посмотрят. Не столица развитого социализма, а просто Чикаго какой-то, честное слово. Оксаночка, как жизнь молодая? Нормально. О, Корнеев, слушай, я читал твой отчёт. Мы с тобой молодцы, хорошо. Есть чем наверх-то пойти. Ты, главное, заканчивай побыстрее. О, видал? Билетристика. Станислав Павлович, мне бы ещё немножечко поработать с Тахадзе. У меня такое ощущение, что он замешан сразу в двух убийствах. Они что, за нами числятся? Нет, одно в Московской области, другое в Толе, но они как-то... Игорёк, ну зачем тебе эти висюки? В смысле? Пускай у областников голова болит и тулики почёшься. Нам-то какое дело? Ты, главное, заканчивай с этим Тахадзе, понял? Мне бы ещё дней десять, бы и... Пять. Пять. И ни копейки больше. Пять маловато. А то я эти отниму. Слушай, Игорь Михайлович, тут такое деликатное дельце. Мы с тобой должны руководству помочь. Чем? Ну, ты слыхал про угон машины товарища Черемисина? Ну, девятку проморгала, слыхал? Ну вот, понимаешь, такой большой человек, а у него машину угнали. Угоном машин занимается другой отдел. Что ж ты такой непонятливый-то, Корнеев? Это же Черемисин, понимаешь? Черемисин. Ну и что? Что-что? Его фамилию что, в суде будут трепать? Тогда мы чем занимаемся? Ты возьми своего Тахадзе, поговори с ним. Пусть на себя возьмет угон этой машины. Ну, машина Черемисина, а мы потом, понимаешь, это все. А вот сейчас не понял. Ну, пусть твой Тахадзе возьмет на себя угон машины Черемисина. Не понял? Товарищ подпол... Товарищ подполковник, вы понимаете, что вы сейчас мне предлагаете? В парком на меня жаловаться пойдешь, да? А, нет, вы понимаете? А я откажусь. Я скажу, что ты хотел меня оклеветать. Ну, сволочь ты, кравцо. Что-что? Я говорю, ты сволочь, кравцо. А вот это я запомню. Да пошел ты. Знаете, какая самая маленькая собачка в мире? Йоркширский терьер, Сильвия. Ее рост 9 сантиметров. Вес 283 грамма. А какая самая большая кошка в мире, вы знаете? Ее зовут Химми, она живет в Австралии. Длина метр, весит 20 килограммов. Вот так. Вот так. А зачем вы все это мне говорите? Да я хотел, да я хотел, чтобы вы улыбнулись. Пардон, извините. Да, слушаю вас. Здорово. Ну, ты знаешь, когда я звонок этого аппарата слышу, сразу на сердце легче становится. Друзья звонят. Да. А что за спешка такая? Ну, у всех дела. Ну, ладно, ладно. Жди. А где там? Давай. Жди. Коля. Коля. Я тут отъеду на пару часиков. Понял? Нет, нет, вон там. Понял, Михаил Кириллович. Миша, смотри, красота ты какая, а. Осень меня успокаивает, душой я отдыхаю в такие дни. Ты за этим меня позвал? А хотя бы за этим. Забудь о своем положении, ну, стань добрее, проще стань. Может, мы в последний раз с тобой этого осень увидим. Мы ведь с тобой как братья. Это у тебя родственник в полный дом. А у меня никого нет. Ты у меня один, Миша. Да, Миша. Наша дружба началась с тех горьких блокадных дней. Видишь, как заговорил, так у ветеранов на сборе. Горькие блокадные дни. Не очень-то они для тебя горькими были. Нет, Миша, ты что-то путаешь. Это для тебя не слаще молока сгущенного. Это тебе две медальки в питерские дни. Два ордена, а мне, Миша, что? Два ордена, а потом чужой паспорт. А дело одно делали. Голодных обирали. Мародеры мы с тобой, Миша. Капитал свой на голодных сделали. Но наследие меня так крутили. О тебе молчал. Вот поэтому ты государственный муж, а я... А я, а я. Дома-то, наверное, все стены деньгами отлили. А зачем мне деньги? Мне на кашку и творожок пенсии хватает. А может мне эти деньги компенсации за жизнь мою загубили? Ой, только не плачь, Степа. Каждый сам свою жизнь выбирает. Вот это ты правильно говоришь. Поэтому у меня дело к тебе. Может, хватит дел? Нет, не хватит. Я тебе, Ленинграде, сроки ведь не зря рассказывал. Ты ведь не глупый человек. Ты же все понял. Вот, видишь? Умница. Миш, ты все понял. А деньги ты хочешь. Ну, чьё ты орешь, а? Противень ты мне, Миша. Я-то вор. А ты еще хуже. Ну-ну, ты... Не нравится? А валют скупать, да доченьке сыном передавать нравится? Ну, мне это ты знаешь. Миш, Миша, я все про тебя знаю, все. Ну, ладно, хватит. Давай я денег. Поговори с Громовым. Его орлы Тохадзе внук Зара Борисовича арестовали. За что? Ну, скажем так, за дело, за грабежи. Ну, ты совсем с ума сошел. Чем же я могу помочь? Ну, сможешь. Он тебе в рот смотрит. Скажет, что сын, друга, то, сё. Пусть грабежи на квартиру кражу переквалифицирует. Вот и все. А мы его домой, в лагерь. А там его выкупят. Ещё скажешь Грому, чтобы его дело у Корнеева забрали. Сколько? Значит, в расчёте будем? Будем. Маловато. Чего? Маловато. Это аванс. Потом столько же. Подумаем. Как фамилия следователя? Да не следователь он, а опер. А фамилия его Корнеев. Корнеев? Адрес мне его узнать. Батумир, Чениховского, дом 7, Тахадзе, Гурамо Борисовича. Можно договориться по делу. Брат, это ваш единственный шанс, пока ещё не поднан Корнеев. Странная какая-то телеграмма. Ну, почему странная? Да потому что странная. Текст какой-то шифрованный. Почему странная? Адвокат посылает тиграмму о наследстве покойного. Ваша фамилия Корнеев? Нет. Я по его поручению адвокат. Угу. А документы у вас есть? Ну, конечно. Пожалуйста. Уж очень вы строги, милая девушка. Рубль 35. Не надо во всём видеть только плохое. Не надо. До свидания. До свидания. Желтухин! Адвокат! Ну, Борис, давай. За твоё генеральство. Звонил я Олегу Кузьмичу, говорил с ним. Была заминка, потом решили. К празднику заказывай форму. Это правда? Правда, правда. С министром твоим говорил. Он о тебе хорошего мнения. Обещал подумать о более масштабной работе. «Михаил Кириллович, не было и не будет у вас человека вернее, чем я. Всё для вас сделаю». Ну, это ты загнул. Верность, всё для вас сделаю. Что? Просто, Боря, мы живём в такое время, когда хорошие люди должны быть вместе, помогать друг другу. Вот ты чем силён. Компанией своей. Вы же меня знаете, я не подведу. Знаю, знаю. А вот попросить стесняюсь. Слушаю вас, Михаил Кириллович. Ваше слово для меня закон. Друг у меня есть. Старинный, с войны. Живёт в Батуми. Сына у него арестовали. Как фамилия сына? Тахадзе. Что, трудно? Нелегко. Я тебя, Боря, его особо ждать не прошу. Ты статью ему смягчи, чтобы поменьше дали. Это можно. Но человек, которым занимается, совсем гнилой. Что это значит? Не видит. Становки, этики не понимает. Хороший работник? Да как сказать. Ты его от этого дела устрани. Как его фамилия? Корнеев. Корнеев. Где живёт? А вам зачем? Я вам завтра скажу. Не по телефону? Разумеется. Разумеется. Поехали. Поехали. Николай, корня. Смотри, это происходит. Так что ж с Нукзаром будет? Ничего. Его дело майор Корнеев ведет. Зверь, глянусь честным словом. А ты ему дай. А ты дай скорость. Слушай, ну как дай? Я даже телефон его не знаю. У меня там друг работает, говорит, мол, зверь Корнеев, понимаешь, зверь. А ты ему много, дай, он и возьмет. Гена, падла буду. На этом земле сколько поганных людей в беде не хотят помочь. Женька Звонков. Он у меня в лаборатории работает. А я не знал, что он крутится. Дурдом. Нет, я его знаю. Машину он мне не чинил. Степан Федорович меня к нему посылал. Ага. А это его механик. Достал адрес. Большой человек. Ах, какой он человек. Не голова. Совмин. Все придумать может. Все сделать может. Да знаю я его. Большой человек. У дядьки видел. Фронтовой друг. На пенсии. Ты еще молод, дорогой. Совсем молод. Вот уже много лет без этого тихого пенсионера ни одно крупное дело не обходится. Он самый богатый человек из всех, кого я знаю. На запорожце. Потому что он умный. Богатый граниш. Товарищ Корнеев. Так точно. Здравия желаю, товарищ майор. Я сопровождающий. Добро пожаловать. Только не это. Пожалуйста. Оружие есть? Нет. Нет. Черкасов на общих работах, что ли? Нет. Он заведующий библиотекой. Фильм он и есть. Не понял, какой фильм? Кличка Черкасова. А, правильно. Александр Петрович. Здрасте. Да, Игорь Дмитриевич, какими судьбами. Приехали извиниться за своих коллег, которые подсунули мне кассету с парного хайла. Ну, что вы, что вы. Да это вообще не моя ебархия. Очень рад вас видеть. Очевидно, есть какая-то другая причина. Да надо поговорить. Угу. Да вы знаете, я никого не закладываю. А что вы, Александр Петрович? Конечно, знаю. Знаю. Ну, что ж, проходите. Вы, как всегда, кстати. Прошу к столу. О, Александр Петрович, ну, все-то у вас всегда есть. Интересно. Ну, слушаю. Похадзе. Да, живу на полном доверии у начальства, которые точно знают, что чай у меня только для тех целей, для которых его продают. Блатные не пристают. Ко мне? Ну, Филин, он и есть, Филин. Я знаю двух тахадзе. Ну,кзар. Игорь Михайлович, я ведь вас давно знаю и, поверьте, глубоко уважаю. Да будет вам. Не уронизируйте. У нас про хороших людей говорят честный вор, а я бы про вас сказал. Честный мент. Да погодите, погодите. Мы ведь здесь все про всех знаем. Ну, так что ж тахадзе? Взяли? Взяли. Ну, и что? Я вам одно скажу. Он мелкий налетчик. Но глубже не копай. За ним стоят крутые люди. Они тебя в пыль раскатают. Игорь Дмитриевич. Александр Петрович, а вы что, меня боитесь, что ли? Мне тебя жалко. Ну, сводчаек английский пергамотовый колбаска. Что-нибудь поесть, и побыстрее, ладно? Ну, неужели ничего пить не будешь, а? Да все, что я. Ну, и молодец. Мы сейчас с тобой выпьем шипучки. Мне через час в аэропорта одному пить скучно. Вот так вот. Ну, вот я смотрю, у вас все в порядке. Спасибо. Ну, давайте, давайте. Отдыхайте, отдыхайте, мальчики. Девушки отдыхают. Ты вдруг не сердись. А чем мне сердиться-то, Вова? Точно прочел? В молодости на входе кололись от глупого шека. А тебя как зовут? Меня Игорь. А из-за кормки Я обратно лечу. Давай. Давай. Хорошо. Полушлатно. Москвич? Ну, москвич. Давай. Давай. Хорошо накатываешь, Вова. Холостяк. Холостяк. Давай. Теперь давай за хороших людей. А я крановщик. А ты? А я? А я милиционер. Мент. Не веришь? Нет. Видал? Тогда давай за ментов. Хотя я вас и не люблю. А почему? По кочану. Думаешь, не за что? Да и есть за что. Коктейль. Северное сияние. Это спирт с шампанским, что ли? Точно. Буду. Ой, дурник. Стоп. Себе. Это смертво. Ну. Отлично. Видать-то, мужик, справедливый. Что на вас обижаться-то? Вы люди подневольные. Что начальство скажет, то и делаете. Скажи мне только честно. Скажи, а? Ты против начальства. Попрёшь ты лично? Нет, я спрашиваю тебя. Ты лично. Подожди. Нет, подожди. Скажи, а? Вова. Молчишь, молчишь. Я же знаю, у вас кого лапа. Или бабки. Кто-то у меня не сидит. А что ты на меня орешь? Ты докажи. Ты чего орешь на меня? Докажи, что не так. Давай выпьем. Коктейлю. 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 Сияние. Наливай. Ой, молодой. Нормально. Нет, Володя. Да пей ты, черт. Подожди. Да пей, я сказал. Подожди. Игорь, приезжай ко мне в ингарку. Я приеду. Нет, в ингарку. В ингарку. В ингарку. В ингарку. В ингарку. Шеф. Шеф, в ингарку. Шеф. Хорошо. Ты понял меня? Вот чтоб он доехал в ингарку. И ты ко мне в ингарку. Хорошо. Хорошо. Что-то не будет. Угу. Приехали. Филин меня жалеет. Наконец-то явился А тебя друзья заждались О, здравствуй, дорогой, здравствуй Долго гуляешь А вы кто? Я Тухадзе Гурам Тухадзе Твой родный брат Нукзара А это мать Один у меня мальчик, один Ошибся мальчик Он совсем молод Он молод мальчик Ваш сын, гражданка Тухадзе Совершил тяжкое преступление Игорь, дорогой Игорь Зачем так говоришь? Посидим, хлеб, соль сделаем Поговорим Как люди поговорим Спроси потом, кто такой Тухадзе Любой человек тебе скажет Тухадзе ценит дружбу Людей ценит Ну а, собственно, как вы узнали мой адрес Дорогой Игорь Наши горы провело Материнское чувство нас провело Без лирики вот сейчас можно? Добрые люди везде есть Как вы, гражданин Тухадзе, узнали мой адрес? Зачем обижаешься, дорогой? Зачем? Я? Нет, чтобы Присаживайтесь О, добрый человек Хороший человек Ну да Это дежурная? Прохоров, ты? Привет Корнеева говорит Значит так Прошу принять официальное сообщение Сегодня 16 сентября 21 час 21 час и 06 минут Я обнаружил в своей квартире Гражданина Гурама Тухадзе Тухадзе Гурама Да И гражданку Тухадзе Двоюродного брата И мать задержанного нами Опасного преступника Нукзара Тахадзе Нет, я думаю, пока не надо Завтра с рапорта случившимся Напишу сам Да-да-да Да-да, слушай, чуть не забыл Дополнение Дополнение к сообщению Значит, на вопрос Как гражданин Тухадзе Попал в мою квартиру Он отвечать отказался Ага Вот теперь все Будь здоров Гадикарец Ну и что дальше? Я Есть внимание Дальше Дальше сам не захотел Жилет будешь Клянусь Хлебом Ну, во-первых, так Мы Вместе с вами горных баранов Не пасли Так что прошу ко мне обращаться на вы Это во-первых Ну, во-вторых Собирайте все свои пожитки И быстренько Поворотцу Отсюда Только быстро Сидеть, сидеть Драки не будет Не надейся Батумский гангстер Мусор Мусор Да Собирайте все пожиточки И быстренько отсюда Быстренько Мент ты Кровью будешь харкать Клянусь хлеб-соль Клянусь Честное слово Надоел Товарищ майор Все нормально Ростовщина Граждане Тахадзе Уходят Доставить их в отделении Нет, ни в коем случае Вы с ними где-нибудь там проживают И Попроси их Чтобы они Убрать за собой Правильно Убрать за собой Какие люди Какие Без сердца Совсем Вот теперь проходите, пожалуйста Прошу вас Выходите Приемный товарищ Черемисина Громов Из ГУВД Беспокоит Можно, Сергей Степанович Хорошо Что, сам? Сергей Степанович Громов Из ГУВД Вот как раз По этому поводу Хочу Преступник Угнавший Вашу Машину Найден Да Так Тахадзе Некто Старались Семья Обеспеченная Возместят Немедленно Да Подполковник Кривенцов Да Под его Руководством Группа Обезвредила Преступник Хорошо, не беспокойтесь Большое спасибо Борис Петрович Да ладно Вот видишь На каких верхах Фамилия твоя Давай только Намекните Лучше скажи мне Что нам С Корнеевым Сделать Как бы его На землю спустить Да тут Нет ничего проще Борис Петрович Я ведь читал на него Бумагу От Тахадзе А Пока суть Да дело Переведем его В какое-нибудь отделение Ну и Вот с Кафтановым Тут будет Посложнее Андрей Петрович Я Мужик прямой И потому Не буду ходить Около Да рядом Твоего Корнеева Во взятке Обвиняют Кто? Гуран Тахадзе Якобы Он их с матерью Задержанного Заманил в свою квартиру Заставил купить Шикарную закуску Выпивку А потом стал Требовать денег Тахадзе Отказался Тогда Корнеев Вызвал наряд Это ложь Я читал рапорт Корнеева Почему? Я знаю Корнеева Он много лет Он офицер Ну не надо Не надо Не надо Под этики А с другой стороны Какой смысл Вообще Какому-то Тахадзе Оговаривать Корнеева И вообще Андрей Петрович В наших рядах Ведь тоже бывает Случайно Хватает Но Корнеев Не случайный человек Он предан делу Он дважды ранен Имеет награды Ну и что Мы тоже с Кравцовым Имеем награды И не кричим об этом О ваших наградах Вообще волчать надо Что ты сказал А то что слышал Опять товарищ Кафтанов Вы Позволяете себе Разговаривать со мной В недопустимом тоне Я отстранил Вашего Корнеева От расследования Пусть этим займется Подполковник Кравцов Потом передадим Это следствие И Кравцов Получит очередную награду За задержание Особо опасного преступника Не такой уж он Опасный ваш Тахадзе Корнеев вообще Отстранил от работы Нет, только по делу Тахадзе Кстати, я назначил Служебное расследование Оно все и решит Вот так-то Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, что ты дергаешься? Расслабься. Попьем пивка. Поговорим о жизни. Ой, устал я, Гена. Устал. Бояться устал. А чего ты боишься? Ты убивал? Нет. Грабил? Ребята, можно я бутылочку возьму? Чего тебя боятся? Ты же у нас писатель, книгу пишешь. Статьи твои в газетах читаем. О том, как хорошо работает наша милиция. Тебе-то чего бояться? Понимаешь, Гена? Я не могу так больше жить, понимаешь? Я писать хочу. Я хочу книгу написать. Я на сценарии. Понимаю. Пиши. Ты думаешь, я не знаю ребят, которые пишут? Они каждый день над столом горбаются. Они мячики гоняют. Я ночами пишу, Геночкой. В архангельском. А ты что, каждый день меня там видишь? Часто. Достаточно часто, чтобы понять, как ты живешь. Ну, тесно. Из газеты ушел 10 лет назад. Проработал год и ушел. Ходить в редакцию по утрам не для тебя. Так? Ну, ну. Ты решил книгу написать. Ходишь в дом журналистов и рассказываешь всем, какую книгу ты напишешь. Жить надо? А работать не хочется. Ты малину сделал. Кому выпить, пожалуйста. С бабой, ради Бога. Несколько дней переночимать, да милости просить. А потом деловые залетные стали тебе вещи краденые свозить. Было так, товарищ писатель. А? Молчишь? Ну, ну. Ладно, дальше поедем. Потом ты стал торговать. Понемногу, мелко. Впрочем, ты и сейчас фарцуешь. По мелочам и в основном краденым. Ну, ну, ну. Ты какие сигареты куришь, а? А-а-а, Бальбара. Привык ты. Слава, дорогие сигареты курить, хорошо одеваться. Да погоди. Да нет, ты пойми. Я же не осуждаю тебя. Нет. Привык, значит, так тебе хотелось. Правильно? Только вот, что я тебе скажу. Сладко жрать, это одно. А деньги зарабатывать на эту жрату совсем другое. Ты зачем все это говоришь мне? Тихо, тихо, тихо. Какой ты имеешь право осуждать меня? Тихо, 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 тихо. Какой ты имеешь право осуждать меня? Ты сам в этой жизни что сделал? Я нормально. Все. И на подачке не живу. Да пошел. Так азу-то взяли. О, мои. Да не вопи ты, идиот. Не вопи, никого он не сдаст. Ну ладно, ладно, перестань. Будь мужчиной. Ой. Что тебе еще нужно? Есть у меня одно дело. Одному мне его не потянуть. Пойдешь со мной? Нет. Пойдешь. Нет. Нет. Я тебе позвоню. Нет. Ребят, можно я бутылочку возьму? Нет. С 2005 года. Подожди. Не тихо, очень realizing, что это происходит. Грик有一Repai. Не тихо, какurgence, учатый,ож Runninger, bronze. Угу, ну-у-а, что идиот перек peròни,KY милинит. Вы же знаете, это невозможно. Алло. Да. Я? Да. А вы где? Хорошо. Я сейчас к вам выйду. Да. Ну как? Ну класс. Ага. Лев Миронович? Ну? Я на одну минутку. Женя, плотнее дверь. Хорошо. Женя, дверь. Женя, дверь. Хорошо. Лев Миронович, ну? Пора. Я задержусь, а вы уходите. Срочный ремонт. Две двери, крыло, порог, триста без окраски. Да нет. В том-то и дело, что никто... Не подошел. Чудно. Женя, вы что-то потеряли. Да. Ключи от квартиры, от гаража. Лев Миронович. Ну? Женя. Здесь нет. По-моему, это ключи. Да. Не ваши. Мои. В том-то и дело, что мои. Так что ж вас так потрясло? А то, что я кладу сюда в правый карман. В левом у меня микрозаточки. Это наступает старость, милая Женечка. Она-то и победит в вашу аккуратность и жизненный рационализм. Да. Да. Смотрите на... Извините, пожалуйста. Что же вы? Это что же вы? Как давайте... Ай, ты бежишь, сумка вся. Да какая сумка? Вы меня чуть не убили. Ну, убил, а вы смотрите тоже. Очень. Вот, держите вашу сумку. Вы бы хоть руку подали. Да? А я... Да не надо мне сейчас уже... Ну, давайте я вам помогу. Да не надо мне помогать. Ой. Больно. Ой, кошмар какой-то. Не могу. Сейчас я вам машину поймаю. Да какая машина? Я здесь живу неподалеку. Давайте лучше я вас... Ой. Ну, надо же... Больно, да? Ну, как вам сказать? Меня, кстати, Женя зовут. Ой, прекрасно. Пойдемте в Жене. Иди. Не пойду. Ты же твар. Не сделал, что я тебе велел. Не пойду. Не пойду. Не пойду я туда. К тебе не пойду. Не пойду. Убил. Сволочек. Гад. Садист. Коля, осторожно. Женька, ты чё, Жень? Женька, эй, коляску помоги снести. Женька, ты чё, Жень? Женька, эй, коляску помоги. Женька, эй, коляску помоги снятий. Женька, эй, коляску. Женька, эй, коляску помоги снятия. Всё precisает. Что там? Опаньки. Ну что, может, подвезти? Толик, ты как что попал? Секрет. Ну что, подвезти? А? Не надо. Не нужно. Ну смотри, а то подвезу. Тебе жить от дурдома. Привет. Женя, а это ваш друг? Да. У него хорошая машина. Ничего, только запущенная очень. А вы автомеханик? Я... Ну, что-то вроде. Из автосервиса? Нет. Я инженер, работающий в лаборатории, изучающий автомобильные двигатели. А-а-а. Ну, ребята с автостанции ко мне зарезываться приходят. Особенно по иномаркам. Женечка! Боже мой! Так мне же ведь вас сам Бог послал. Я понял. Жень, ну когда мы сможем увидеться, а? Ну, когда хотите. Только если вы скажете, как вас зовут. Завтра, Жень. А как вас зовут? Наверное, не сказал Лена. Я, кажется, сказала вам. Нет, Лена. Жень, ну что, завтра? Завтра. А где? Где хотите? Ну, давайте у кинотеатра Новороссийск. Там есть такая маленькая стояночка. Я знаю, у входа. Да? Да. А во сколько? Как скажете. Ну, давайте в три. Сможешь? Смогу. Ну, пока. Пока. Малая земля. Подожди здесь. Деньги старичку? Да. Все? Много. За что ж такие бабки платят, интересно? Военная тайна. Нет, правда. За красоту. О, о, о. Много. Пам. И в старом парке музыка играла. И было мне так и да ужасово, не так уж и много. Так. Угу. Так. 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 Вот. Вот. Что? Что-что? М? Вы что, гражданин? У меня украли гантелю. Чего-чего? Гантелю у меня украли. Вот что. Так. О, Господи, боже мой. Давайте все по порядку. Давайте. Фамилия, имя, отчество, место жительства. Евгений Петрович. Да тронуться, малый. Это он от Барматурии. У нас рядом с Собчахой мужик с перепою, черного человека, улик, взял топор и стал за ним по двору гоняться. И этот тоже, псих. Вспомните, вы свои ключи когда-нибудь давали? Ну, вспомните, хорошенько. Исключено. А ранее ничего не проводило? Нет. Хорошо. Значит так, Татья Звонков, я завтра утром доложу вашему участковому инспектору, а он вам сообщит о результатах добро. Спасибо. Не стоит это наша служба. Ты гнать надо таких бухариков, они бумаги писат. Гнать, Рахимов, из милиции надо таких, как ты, понял? До свидания. До свидания. И запомни, Рахимов, бухарики в медвотрезвителе, а в дежурную часть граждане приходят. И так, у вас свидание. Угу. Именно. О, спасибо. Только бы, назовла бы, не напороться. Какого? Геннадия Сергеевича Мусатова я видел последний раз на прошлой неделе, и то мельком. Ну, все-таки, занесет нелегкое. Не занесет. В книге записался. Благословляю. Угу. ЗВОНИТ ХТУТ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Господи, ты боже мой! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Степан Фёдорович! Степан Фёдорович! Кефир ваш, Степан Фёдорович! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Пожалуйста, ну разрешите мне позвонить? Разрешу. Я разрешу, но только ты подпиши сначала, что убил Желтухина. Ну ладно, ладно, молчи, я понимаю. Ты не хотел убивать. Вошел в комнату, взломал тайник. Кстати, где ценности? Ну ладно, об этом потом. Так вот ты вошел, взломал тайник. А тут и старичок обиделся. Но ты испугался и ударил его. Понимай, конечно, ты не хотел убивать. Но только запомни, если ты признаешься, то суд поймет, что ты убил случайно в состоянии аффекта. Дай ему столь! Ну что, не колется? Расколется, никуда не денется. Звонков, поймите, Звонков, мы ведь вам не враги. Наоборот, мы вчетвером должны найти выход из этих страшных обстоятельств. Мы опытнее вас. Мы должны не только наказывать, но и помогать людям. Значит, молчать будешь? Да ты смотри, сволочь, смотри! Твоя гантеля! Да ты не кивай здесь! Говорите, да или нет. Да, моя, 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 да. Ты, Звонков, гантелю в пластиковую сумку положил, правильно? Ну неудобно же с гантелей в руках по улице ходить. Ты, Звонков, когда старичка по голове гантелей ткнул, растерял. А, конечно, правильно. Правильно ты не убийца. Ну, какой же ты убийца? Ты жадный просто. Ты очень жадный человек. Ты испугался, понимаешь, и забыл не только гантелью, но и сумку, а в ней газета, между прочим, была «Московская правда» с твоим адресом. Это, Сунков, второе. А вон сумка с вещами, в которой, между прочим, две сберкнижки убитого Желтухина. Так это у тебя при обыске нашли. Вот это и будет третье. Да то, что ты убил, мы знаем. Только вот ты не один был. С тобой ещё кто-то был, верно? Кто был с тобой? Разрешите мне позвонить? Разреши. И кофе дать им. Кто был? Ведь вы вдвоём работали, слепому видно. Да кто был с тобой? Дайте позвонить! Сидеть! Сидеть! Значит, не дадите позвонить? Нет. Тогда пишите адрес сообщника. Ну, молодец, Звонков. Ну, колись, колись. Раз начал, колись, давай быстрей. Пишите улицу Островского, 6, квартира 29. Зовут его Игорь. Больше ничего не знаю. Нашли он знал. Корнеев. Корнеев. Корнеев слушает. Алло. Това чёт. Кому там не лёхаешь? Иду, иду, не трезвон деваться. Стоять! Уголовный рост! Тихо, руку. Ты, Игорь. Ну я, Игорь, только руку, руку, осторожней, руку. Убери ствол. Я тебе говорю, убери ствол. Товарищ майор, Игорь Дмитриевич. Колесников, кто это научил среди ночек людям в квартиры врываться? Я говорю, убери ствол. Так на вас показали. Кто еще показал? Звонков. Какой Звонков? Евгений Николаевич, который старика с Жилтухина на Казицком-2 заделал. Подожди, Колесников. Давай поконкретнее. Пойдем-ка ко мне. Ты как чума, врывайся среди ночек. В интересную историю ты меня впутаешь, Женя. Не больше, не меньше, как в соучастии в убийстве. Так, у меня не было другого выхода, Игорь. Иначе бы они меня сломали. Я боялся признаться в том, чего не делал. Ну, ладно. В общем, времени у нас мало. Давай-ка поконкретнее. Гантеля. Два дня назад, когда я пришел домой, ее не было. Ты заявление об этом написал в милицию? Да. Ты что-то им-то не сказал об этом. А я им сказал. Но они... Они хотят слышать только то, что хотят. Канавалов, капитан. А? Дай-ка мне его на пару минут. Вообще-то... Пойдем-ка, Женя. Ну, ладно. Я был у кинотеатра «Новороссийск», а я ждал девушку. Так что, 3 часа, что ждал? Нет. Да. Да. Она сказала, что может опоздать, просила ее подождать. Сказала, что обязательно придет. Так понравилась эта девушка? Да. Женька, а может, тебя кто видел до этого кинотеатра? Я не знаю. Я никого не видел. Слушай, а может, ты ключи кому-нибудь давал? Ну, ты же знаешь. Всякое бывает. Исключено. А когда уходил с работы, тебя видел кто-нибудь или нет? Да. Лев Мирон. Кто это такой? Начальник мой. Лев Мирон. Ну, а кто эта девушка-то? Я не знаю. То есть? Ну... Я только знаю, что зовут ее Лена, что живет она на улице Чаплыгина. Дом 4. Второй победитель. Ну, может, тебя кто-нибудь видел в кинотеатре? Лена, улица Чаплыгина. Нормально. Ну, вот, а вы говорите, что никакой красивой девушки в вашем доме не живет. Вот. Точно знаю. Девушка, вы в какую квартиру идете? Водействую. Вас Лена зовут? Нет. Скажите, а может быть, она снимала квартиру или приезжала кому-нибудь в гугости? Малый человек. Я сижу здесь 10 лет и точно знаю, кто здесь живет и кто не живет. Ну, а дежурите вы целые сутки? Нет. Я работаю с 9 утра и до 7 вечера. С 9 утра и до 7 вечера. После 7 вечера проходной двора. Ну, что, карниф, поехали. Здрасте. Добрый день. Вы случайно не видели входящих или выходящих из квартиры номер 6? Это от Женьки Звонкова? Да, так точно. Вроде нет. Извините. Я, вы случайно не... Нет. Я вам совместно, аркет. Спасите наши... Я из милиции. А я из второго таксопарка. Пожалуйста. Да не надо, я вам верю. Скажите, как вас зовут? Николай Серпухов. Коля, вы знаете Женю Звонкова? Мы с Женькой друзья. Друзья. Очень хорошо. Осторожней. Так. Вы случайно не видели, Коль, кого-нибудь из посторонних, выходящих из Женькиной квартиры, а? Как сказать, я последнюю неделю в ночь, вот поэтому со своими бойцами и гуляю. Всегда в одно и то же время? Да, плюс-минус полчаса. Так вот. Вывожу я позавчера коляску. Лежу из Женькиной квартиры. Мужчина мы ходим. Я вот сверху лежу. Куртки вроде, кепки. Думаю, чего это Женька? Мужчина. Начал кепку носить. Я его кликнул, а он бегом, бегом по лестнице. Значит, ты его окликнул, а он не остановился? Да не, он просто убежал. Я вышел из подъезда. У подъезда Любовь Васильевна сидит из 10-й квартиры. Ну, я им, мол, тетя Люка, куда Женьк Звонков так рванул? Она мне никакого звонкова я не видела. Я говорю, а в кожаной куртке? Она мне, ну, выскочил, тут какой-то мужик прыгнул в тачку и отвалил. Подожди, Любовь Васильевна? Да, ну, из 10-й квартиры. Давай к ней сейчас зайдем, а? Окей. Любовь Васильевна. Что-то, Минат, ну, выбежал, перешел на ту сторону, ну. А у церкви его машина синяя ждала. Какой марки машина? Ну, к сожалению, я не разбираюсь в них. Легковая, видно. Все ясно. Ну, ну, пока. Что ты в воду мутишь, Корниев? Наше дело взять, убийцу мы его взяли. А дальше пусть прокуратура разбирается. А что молчишь? Сегодня мы отправили этого Звонкова в КПЗ, ладушки? Ну, а если тебя в КПЗ? Ну, меня-то за что? А его за что? А ты даешь, на тебя нет. Как за что? На гантеле его отпечатки пальцев. В пластиковой сумке газета с его адресом. В квартире вещи убитого Желтухина нашли. Факт их знакомства налицо. Ну, мало ли тебе что? Мне-то не мало. А вот никакая Лена на улице Чеплыгина не живет. Это раз. Есть заявление Звонкова о пропаже гантели. Два. Есть заявление соседей, что видели постороннего человека, выходящего из его квартиры. Три. Я же говорю, пусть от этого прокуратуры голова болит. Мы-то здесь прийдем. Леня, я тебя умоляю. У тебя сыска вроде как в заводе. Тебе план нужен. План, план, план. А ты что, святой, что ли? Да нет, я не святой. Я сыщик. А ты, между прочим, замначальник отделения по розыску, Лене. И должен тоже искать, искать, искать. Лев Миронович, за последнее время вы не замечали никаких странностей в поведении Звонкова? Вы знаете, он мне говорил о странностях, происходящих в его квартире. Мы это связывали с пропажей ключей. Ключей? Какие ключи? Да. От квартиры Звонкова. Так. Кто-то позвонил ему. Он спустился вниз. Прождал. Там никого не было. Он вернулся. А когда стал собираться домой, обнаружил ключи в другом кармане халат. Да чё всё это? Сам случайно переложил. Ничего подобного, молодой человек. Звонков отличается исключительной скрупулёзностью. Он не может, чтобы детали лежали в одном кармане с ключами. Значит, вы считаете, что ключи у него похищались? Я ничего не считаю. Я только рассказываю то, что было. Спасибо, Лев Миронович. Спасибо. Вы нам очень помогли. Всего доброго, до свидания. Проводи сюда. Так. Ну что теперь скажешь, сыщикам? Знаешь, показания какие-то подмытые. Вроде да, вроде нет. Но соседи Желтухина видели человека в жёлтой куртке. А Звонков был в чём? В сером костёре. Знаешь, он переодеться мог. Знаешь, я понимаю. Звонков твой приятель. Вот ты и стараешься. Приятель? Нет, не приятель. Он мой друг. Я что, его по блату в начальнике устраиваю? А, ну знаешь, всё равно есть какой-то душок. Лёня, от тюрьмы и от сумы, знаешь... Звонкова сюда, пожалуйста. Я вижу, ты уже для Кравцова формулировочку подготовил. Класс. Всех постриг. Чик-чик-чик-чик. Ох, Лёня. Собираешься его отпустить? Женя, тебя не спросили. Проходи. Садись. Жень, я всё проверил. Твои слова подтверждаются. Но, к сожалению, мы тебя сейчас, именно сейчас, отпустить не сможем. Почему? Слишком тяжёлое обвинение тебе предъявляется. Твои доводы не перевешивает обвинение. Мы должны тебя задержать на 72 часа. На. Попей. Мне всё равно, Игорь. Всё равно. Я устал. Убедите. Руки. А я думал, Игорь, ты не решишься. Я тут уже был о постановлении прокурору припас. О-о-о, грамотный. Ты ещё всеми нами покомандуешь. Да. Точно. Игорь! Игорь! Игорь, я вспомнил! Я вспомнил, нас Толя видел! Игорь, Толя! Игорь! Кто? Толя Балин нас видел на улице Чаплыгина. Толя Балин! Толя Балин! Что с Женькой? Поехали, поехали. Скажи, Толя, с какой-то девушкой... А, ничего. С какой-то девушкой увидел на улице Чаплыгина, а? Видел? Ну, вспоминай, вспоминай. Ну? Знаешь, как её зовут? Алена. Алена, Алена, Алена. Лена, Алена. Алена. Она у нас бывает в кабаке, я её вижу часто. Такая... А ты найти её сможешь? Где? Здесь, что ли? Ну... Как нечего делать? Ну, тогда вперёд, Толя. Тихо. Она у celebrated. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж ты, Корнеев, мешаешь, так сказать, людям убийцу ловить, приятелей выграживаешь, а? Я прошу обращаться ко мне на вы, как положено, по инструкции. По инструкции? Ну хорошо. Решением руководства вы отстраняетесь от разработки по делу Желтухина. А вашими порочащими звания работника органов связями займется инспекция по личному составу. Субтитры создавал DimaTorzok А про вас я бы сказал, честный мент. Здравствуй, 10-й, капитан Кусенков. Документы ваше. Извините. Поехали, поехали. Дай водички. Сейчас к Пекину подъем. Толик, а ты был женат? Я что ли? Ха-ха. А зачем? Как ты считаешь? Считаю. Звонков не виновен? Нет. Снять тебя с этого дела распорядился Громов. Сегодня он уехал. С нашей делегацией. В Монголию. На четыре дня. Успеешь? Успею. Они твои. Парня, дулики. Эй, извините. Извините, я говорю с женщиной. Я сама поеду. Я сама поеду. Я сама поеду. Подожди. В чем дело? Ну хорошо, сейчас поговорим. I'm sorry, Джон. До свидания, Джон. Так как вас все-таки зовут? Лена или Алена? Предположим, Лена. А вы кто? А мы из Мура. Подумайте. Это же обидно получается. Вы меня совсем не узнаете. А куда мы едем? В тюрьму! Родная ты моя. Ой, ну я-то тут при чем? Ну я не знаю, ну меня Славка попросил. Он говорит, познакомься, разыграй его. Ну я не знаю, мозги попудрить. Ну я тут при чем. А ты спросила зачем? Ну конечно спросила. Ну он сказал, что разыграть его надо и все. Какой Славка-то? Ну и этот Славка, ну господи, ну как его? Ну который все время говорит, говорит, говорит. Головик он, журналист. И знаешь, где он живет? Ну конечно знаю. Кто? Телеграмма срочная. Телеграмма срочная. Что это? Подожди, не дергайте. Добрый вечер. Ну что там, Лагунов? Васьков, Игорь, тут мои люди. Не дергайтесь. Ваша фамилия Голубев. Вас зовут Слава. Слава, а вы кто? Ну хорошо, а я его. Московский уголовник. Ну что, скучилось что? А это что, фантики? Подлянусь мамой. Мамой? Ну начальник, ну просто так сиди. Ну не наинтересно. Немедленно вон отсюда. Завтра ко мне в одиннадцать. В одиннадцать. Пойдем, дойдем. Обязательно все испортить. Посиди уже спокойно. Давайте, давайте. Очень странно, что у нас творится. Малыш, малыш, давай, давай, потом поешь. Вот так. В порядочке. А мы с вами поговорим. Слава. Да пустите же в рукав-то, в конце концов. Нервный как-то. Нервный. Нинтересно, я их вообще никого не знаю. Одного знаю, а больше никого и не знаю. Садись. А к отране потом? Ну я действительно не играл, понимаете? Ну пришли ребята искать. Звонкова знаешь? Никакого отношения к этому. Что Звонкова? Звонкова знаешь? Звонкова, Звонкова. Звонкова? Нет. Это не я. Что не ты? Что? Что? Я не убивал. Не убивал? Нет. Он не убивал. А кто? Ну кто? Кто? Генка. Кто? Генка Мусатов. Где он? В додаче. Адрес? В Апалихе. Ну вас туда не пустят, это спецдача. Телефон его знаешь? Да. Скажу. Чтоб тебя туда пропустили. Хорошо. Давай. Ты был на квартире у Звонкова? Нет. Сколько раз? Два. То есть три раза. Так. Сначала мы с Генкой пришли. Занято. Сначала мы с Генкой квартиру посмотрели. Второй раз. Потом я сумку и газету брал. Потом гантелю. Потом вещи относил. А Генка убил Зелтухина? Да? Да, Слав? А? Нет. То есть, да. Генка Мусатов. Дальше. Значит. Ну, спокойно. Спокойно, Слава. Ну, дальше что? Да. Значит, я в дверь позвонил к Желтухину. В дверь. И сказал, что я из гаражного кооператива. Так. Желтухин дверь открыл. Мы с Генкой вошли. Значит, Генка его скрутил. Он стал требовать, где тайник находится. Мусатов его послал. Ой. Желтухин его послал. Угу. Вот. Генка сам начал искать. А Желтухин каким-то образом развязался. Ну, вот. И с подружки пистолет достал. Я закричал. И тогда Генка его по голове. Ну, он нашел этот тайник-то? Он нашел тайник. В тайнике там деньги были. Много денег? Много денег было. Очень много. Еще коробка железная из-под чая. Индийского чая. Что в ней было, я не знаю. И еще папка с бумагами была. Он забрал это все. Сколько тебе дал? 10 тысяч. Звони. Звонил. Мусатов, конечно же, взял эти бумаги. Звони. Взял их. Ай! Стой! Звони. 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 Грязные полицейские скотины. Голубев есть, нет? Я Голубев. Проходи. Разрешите. Проходи. Все. Сейчас ты раздумываешь. Сколько у меня осталось? Пять или шесть патронов? Должен тебе откровенно сказать, я не считал, сколько выпустили. Но все равно, это очень опасное оружие. Мне надо стоит только нажать. Привет. Пуля там всегда есть, а? Как ты думаешь, братишка? Ага. Вот так. Мордый пух. Где барахло, Геннадь? Ай! Где барахло? Аля, позвонить дяде! Заткнись. Я тебе сейчас мозги выпущу. И все. Ты кто? Я? Мы из Мура. А вот, вот постановление. Да. О твоем аресте и об обыске одновременно. Козел, колись! Что здесь происходит? В чем дело, Геннадий? Так кто же мне объяснит, в чем дело? Ну, наверное, я. Кто вы? Зам начальника отдела Мура, майор Корнеев. Корнеев. Ваш племянник, Мусатов Геннадий Сергеевич, обвиняется в убийстве гражданина Желтухина, Степана Федоровича. При обыске на вашей даче нами было обнаружено деньги, оружие, драгоценности, бумаги, принадлежавшие покойному. Это так, Геннадий? Дурдом, дядя. Вы старший. Так точно. Выйдем на минуту. Пожалуйста. А вы продолжайте, товарищ. Продолжайте. Майор, майор... Майор Корнеев. Корнеев. В наше время нужно иметь сильных друзей. Да. Иначе не сделаешь карьеру. Ну, честно говоря, мне мое положение нравилось. Это сегодня. Сейчас. А потом? Вот. Все эти ценности и деньги из квартиры убитого. Да. Да. И бумаги тоже. Да, бумаги тоже. Я могу с ними ознакомиться? Нет. Как же так, дядя Миша? А вам не кажется, майор, что вы рискуете? Я исполняю свой долг, поэтому мне ничего не кажется. Извините, до свидания. Михаил Кириллович, я уберу, что ли. Я уберу. Последили. Последили. Что же делать? Господи, 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 господи. Да пошло ты! Да, пошли. Чего ты крутишься, медпогазище? Чего ты паломода разырелась, я ментовская вообще? Чего ты паломода... Да, да вообще... Разрешите? Товарищ полковник, майор Корнеев по вашему приказанию прибыл. Итак, Корнеев, во-первых, вы не выполнили майору. Я же вам докладывал, я отменил. Кроме того, это история с Тахадзе-старшим. Гурам Тахадзе, я полагаю... Я попросил бы вас, Кафтанов, меня не перебивать. Пока что вы подчинены мне, а не я вам. Итак, история с Тахадзе. Дыма без огня не бывает. И в завершение всего недостойное поведение на даче товарища Мусатова. Я арестовал, убийцу. Отчать! Можно делать все! Только без хамства и не нарушая закон. Итак, за недостойное поведение офицера, порочащие, высокое звание работника московского уголовного розыска, вы, товарищ Корнеев, из управления увольняетесь. Одну минуту. И назначаетесь на должность дежурного в 8-ое отделение милиции. Приказ подписан, но помните, это ваш последний шанс. Разрешите идти? Дурный, дурный. Что? Тахадзе представил нам телеграмму Корнеева. Это еще что такое? Вот. Ничего не понимаю. А что тут понимать? Тут два варианта. Либо оговор, либо вымогательство. Зачем оговаривать Корнеева? Кому он мешает? Андрей Петрович, я Корнеева знаю очень давно и хорошо. По своей работе в инспекции я должен заниматься... Да, сбором негативного материала. Но у меня, на Корнеева, кроме двух неподтвердившихся анонимок, ничего нет. Семен Ильич, вы не могли бы мне оставить эти бумаги? Конечно, могу. Но при одном условии, Андрей Петрович, если вы договоритесь с моим руководством... Договорюсь, договорюсь. О, Лагунов. Здрожал, товарищ полковник. Знаешь, где теперь Корнеев? Знаю, товарищ полковник. Нехорошо. Садись. Борис. Ты сегодня бросишь все свои дела. С сегодняшнего дня все свои дела. И займешься проверкой вот этих документов. Что это, товарищ полковник? Это попытка скомпрометировать Корнеева. Разберись, кому это нужно. Зачем это нужно? Не скрою, Боря, что начав это дело, ты можешь нажить себе могущественных врагов. Но, как говорится, на чашу весов доброе имя нашего товарища, следовательно, у всех нас. Я постараюсь, Андрей Петрович. Постарайся. Постарайся. Калакис, милиция Сергея Новогейсмен. Минутку. Да. Здравствуй, Боря. Здравствуй, дорогой. Здравствуй. Логунов из Москвы. Ага. Когда, Боря, отдыхать там приедешь? Ждем тебя с Тревазом. Да. Слушай, Боря. Конечно, знаю. Да кто же в Батуме эту сволочь, что Хадзе не знает? Телеграмма. Выясним. Хорошо. Сделаем, Боря. Жди звонка. Я ее помню. Я ее не хотела отправлять. Она мне показалась какой-то зашифрованной. А кто ее отправлял? Помните? Конечно. Старичок. У него на пиджаке была нашивка заранее. Он сказал, что отправляет телеграмму по поручению клиента. Он адвокат. Я даже книжечку его проверяла. А фамилию не запомнили? Жил Духин. Козехинский переулок, дом 2. Даже не припомню случая, чтобы Игорь когда-нибудь звонил мне домой. Такого случая не было. А как дело было? Я смотрела телевизор. Что именно? Начиналась программа «Время». А в это время, значит, звонок в дверь. Я побежала открывать. Стоят двое. Мужчины и женщины. Дверь тут такой у них чернявый. То ли армяне, то ли грузины. И говорят, мы друзья Игоря Дмитриевича. Я говорю, его дома нет. А они говорят, мы подождем. Да-да. Заходи, дорогая, заходи. Заходи, дорогая, заходи. Здравствуйте. Тахадзе? Да. Как я понимаю, вы не меня ждали. Здравствуйте, начальник. Хорошему человеку всегда рад. Ну, почему сразу начальник? А у вас в столице все начальники. Да? Это мы, просители. Прошу к столу, дорогой. Прошу. Садись, дорогой. Садись. Садись, дорогой. Садись. Это потом. Это потом. Я из Мура. Зачем обижаешь? Тахадзе человеку на слово верить. Гражданин Тахадзе, у меня к вам есть маленький вопрос. Слушаю вас. Маленький вопрос. А как вы попали в квартиру майора Корнеева? А-а-а. Плохой человек твой, майор. Плохой. Прислал мне телеграмму у братья. А я в самолет и в Москву. А я позвонил ему. А откуда вы телефон узнали? Это уже второй вопрос. На Петровке дали, справочные. А вы разговаривали с ним? Я ему позвонил. Обрадовался, думаю. Какой он хороший человек. Хороший. Он говорит. Дорогой, поезжай ко мне домой. Мы там поговорим. Захватив выпивку, закуску. Сядем. Как братья. Глянусь. Честное слово, так сказал. А что вы сделали? Я обрадовался. Взял немного хлеб, соль и поехал к нему. Так Корнеев на работе был. Послушай, дорогой. Я, говорит, вечером приеду. Соседке позвоню, чтобы она впустила. Так, хорошо. Что дальше? Я тетю на телу взял. Мать-нюк Зара. Проехали. Стол накрыли. Приехал Корнеев. Начали говорить. Вижу, молодой, но совсем гнилой. Начал вымогать деньги. Ну, откуда у меня деньги? Я в сельхозтехнике работаю. На доске почета висит фотокарточка. Ну, откуда у меня деньги? Ну, скажи, откуда? Наверное, оттуда же. Откуда такой номер, который стоит 40 рублей в день? Слушай, Зачем ты вошел? А? Скажи. Мои деньги считать? А? Или взяточника разоблачать? Скажи, скажи. Раз он, милиционер, имеет право над родственными чувствами издеваться, ну, скажи. Ну, скажи. Скажу. Скажу. Садитесь. Давайте запишем ваши показания. Ну, конечно, Тахадзе на своем стояла. Извини. Я разговаривал с соседкой Игоря. Корнеев ей не звонил. И вообще, эти люди пришли сами, неожиданно начали накрывать на стол. А старушке сказали, что они лучше корнеевские друзья. Прелестно. Звонил Лакобе в Батуми. Он установил, что телеграмма пришла в Батуми 14 сентября, а Тахадзе уехал 6-го. Чудесно. В почтовом отделении мне удалось узнать, что телеграмму посылал убитый Желтухин. Как ты сказал его фамилию? Желтухин. Желтухин тот самый, проживавший Казихинский переулок, дом 2. Было бы любопытно поговорить с ним. Он был крупной рыбой у деловых. Не шестерка, а пахан. Завтра его хоронит вся деловая Москва. Вот как? Мне уже звонили. Руби концы. Ваши выводы. Товарищ полковник, путем оперативно-розыскных действий я остановил. Майор Корнеев не вымогал деньги у гражданина Тахадзе. Тахадзе и Желтухин вошли в сговор с целью порочить майора Корнеева. Я считаю, что майор Корнеев ни в чем не виноват. Рано считать, Лагунов! Бери эти бумаги и тряси Тахадзе. Выясни, кто стоит за этим делом. Это главное. Ясно. Бой, бой, бой. Посмотри, воротничок замелся. Ты молодец. Хорошо поработал. Спасибо. Так. Значит, вы Тахадзе продолжаете утверждать, что лично получили эту телеграмму. Зачем обижаешь? Прекрасно. Тогда распишитесь вот здесь. Здесь? Да, что неразборчиво? Нормально. Теперь ответьте мне на такой вопрос. Как вы могли одновременно жить в городе Москве в гостинице Москва и получить телеграмму в Батуми? Я на два дня поехал домой. Поехал или полетел? Ну, полетел. Чудесно. Вот справка аэрофлота. Ни ваши паспортные данные, ни ваши фамилии не были зарегистрированы в аэропортах Москвы. Мне друг продал билет. Я на его фамилию поехал. Как фамилия друга? Ну, слушай, Давид его зовут. Фамилию не помню. Значит, вы утверждаете, что ваш друг Давид передал вам свой билет? Утверждаю. Прекрасно. Распишитесь. Здесь? Да. Продолжаем дальше. Вы прилетели в Батуми и получили телеграмму. Ну, получил телеграмму. Слушай, кому какое дело, когда, куда я поехал? Я свободный человек, понимаешь? Свободный. Пока. Пока свободный. Ты что? Угрожаешь мне? Что ты, Тахадзе? Успокойся, дорогой. Садись. Вот показания проводника поезда Батуми-Москва-Чачава. Она говорит, что получила эту телеграмму от вашей сестры и передала ее вам в Москве. Так что, будем говорить? Слушай, кому веришь? Кондуктору? Они все продажные. За пятерку что хочешь скажет. Отлично. Хотите очную ставку? Зачем? Слушай, чего тебе надо? Вот это же серьезный разговор. Мне надо, чтобы ты привлекался по двум статьям. 130 и 181. Что-то я не помню таких статьй. Конечно. Потому что ты ранее привлекался по 146-й за разбой. Не так ли? Ну, у вас учен. Не жалуемся. Разъясняю смысл статей. 130-я клевета. 181-я дача ложных показаний. Так что, будем говорить серьезно? Кафтанов, что это за частный сыск вы там организовали? Вы знаете, под кого копаете? Если вашего Корнеева кое-как пристроили, то вас... Думайте лучше. Слушайте, Кафтанов уже трижды жаловались на меня. Бог любит Троицу. Сам Мусатов приехал. Здравствуй, король. А человек помер-то. Ведь не старый был. Значит, в Рим пришло помереть. Верятно, что здесь сейчас оберет. Толкунов был. Ординат все военный с обороны Ташкент. Вот, друзья, день этот надолго запомнить надо. 20 октября 1982 года. Нет больше моего друга Степы Желтухина. Мы с ним от горьких блокадных дней вместе. Он был настоящим человеком, другом, верным, советчиком, мудрым. Ну что ж, спать ему вечным сном, а нам дело править. Внимание, внимание, говорит Москва. Через несколько минут слушайте правительственное сообщение. стройжелательство. Сто восьмое. Майор Корниев слушает. Сейчас. Здорово, Игорь. Сейчас запишу. Да. Как служишь? Нормально. Ну что там, правда? Сейчас объявят. Твой друг Громов, товарищ генерал, начальство приехало. Начальство, а вам карта в руки. Ладно, пойду. Похороны вождей, дело хлопотное. Похороны всегда дело хлопотное. Служи. Внимание, внимание, говорит Москва. Через несколько дежурный 108 отделения майор Корниев слушайте правительственное сообщение. Понял. Внимание, сейчас запишу. Говорит Москва. Не вмешивайтесь уже. Сами разберутся. Служите правительственное сообщение. Знаете, какая самая маленькая собачка в мире? Йоркширский терьер Сильвия. Ее рост 9 сантиметров, вес 283 грамма. А какая самая большая кошка в мире, вы знаете? Ее зовут Дежурный. Я дежурный. Я их привел. О, миссионеров. Зачем? Пьяные они к соотечественникам пристают. Вот я их и привел. Молодец, мужик, молодец. Сейчас разберемся. Сейчас разберемся. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!